Приветствую тебя, зритель! Меня зовут Деквин, я автор блога Казуального Геймера, и в этом видео вы узнаете о том, как быстро прокачаться до 120 уровня в Battle for Azeroth. Первый и самый очевидный совет это то, что надо включить в War Mode, или режим войны. Этот режим дает 10% прибавку к получаемому опыту и, естественно, ускоряет прокачку. Помните, что включить вы можете только в столице, поэтому прежде чем отправиться на Зулдазар или Кул Террас, необходимо включить соответствующую опцию в интерфейсе персонажа. Конечно, прокачка в War Mode имеет свои отрицательные стороны, такие как мировой PvP, то есть игрок противоположной фракции сможет на вас беспрепятственно напасть. Для того, чтобы минимизировать отрицательные стороны этого процесса, можно поступить двояко. Первое это то, что вы можете качаться группой, то есть вместе с товарищами бегать плотной пачкой и, если на вас будут нападать, давать по зубам все вместе. Второй способ пройдет тем, кто больше любит соло прокачку. Вы набираете квесты, выполняете их в PvE-моде, портуете в столицу, там привлечаетесь в PvP, возвращаетесь обратно и сдаете их уже с 10% прибавкой к опыту. Потом опять возвращаетесь в столицу, включаете PvE и выполняете квесты без всяких проблем со стороны враждебной фракции. Впрочем, как по мне, PvP довольно веселая штука, поэтому я не стал бы привлекать к таким ухищрениям. Следующий совет касается ювелирных изделий, которые дают прибавку к опыту. В дополнение Battle for Azeroth ювелиры смогут изготавливать рубелит проницательности, который дает 5% прибавку к получаемому опыту. Ранее на бете можно было ставить несколько таких камней, но, к сожалению, на последнем фиксе это убрали, и поэтому можно использовать только один такой камень. В обязательном порядке советую обзавестись этими камнями, и учитывая то, что на старте, скорее всего, цены на них будут довольно высокие, я советую вам прокачать ювелира и изготовить их самому. Тем более, что, скорее всего, они вам понадобятся и для прокачки альтов. Довольно неплохой бонус к XP дают собирательные профессии. Так, за кустик или за горку выкопанной руды можно получить около 2000 очков на красном опыте. Соответственно, на синем опыте можно получить в 2 раза больше. На бете, качая своего персонажа, я прокачал, наверное, 3 четвертых уровня. Последних 120-х я докачивал именно собирательными профессиями. Конечно, этот способ подходит тем, у кого нет привязанности к основным профессиям, потому что, например, у кого-то могут быть очень редкие рецепты на персонажа, и удалять профессию будет жалко. Но если вы не озабочены сохранением своей коллекции редких рецептов, то имеет смысл сбросить эти профессии и взять собирательные, по крайней мере, на период прокачки персонажа до 120-го. Легендарные предметы. Не стоит убивать всех рарников, которые попадаются вам на пути, а также пытаться добраться до сундуков. Да, понятно, соблазн великий, возможно, какая-нибудь вещь полезная вывалится из этого рарника, но, с другой стороны, зачастую они не дают не так много опыта, как хотелось бы. Не пренебрегайте военной кампанией. Военная кампания — это аналог классового плота, и в составе миссии, которые будут выполнять ваши последователи, вы сможете найти миссии на получение опыта именно для вашего персонажа. Помимо этого, вы будете прокачивать еще и репутацию с различными фракциями Култераса и Зандалара, и это вам понадобится для того, чтобы открыть локальные задания на 120-м уровне. Кроме этого, без закрытой военной кампании вам не дадут доступ к союзным расам, оркам Макхаров для Орды и дворфам клана Темного Железа для Альянса. В обязательном порядке используйте боевой штандарт координации, который дает бонус в 15% за убийство моба в течение 15 минут, и при этом имеет КД в 10 минут. Этот предмет можно купить у гильдейского вендора, и при этом надо иметь репутацию с гильдией на уровне дружелюбия. Теперь о том, какая последовательность прохождения зон. Во многом это будет зависеть от того, как одет ваш персонаж. Если на вашем персонаже есть рейдовый сет с бонусами и бисовой легендарки, то имеет смысл начать с локаций, где высокая плотность мобов. Для Альянса это будет Друствар, Тирагардское поморье и Долина штормов. Для Орды – Валдун, Золдазар и Назмир. Если вы уже начинаете игру в БФА не слишком хорошо одетым персонажем, то имеет смысл начать с более простых локаций. Там, где мобы не так сильно будут мешать вам выполнять квесты. Поэтому последовательность будет следующая. Для Альянса – Долина штормов, Тирагардское поморье, Друствар, Орда, Назмир, Золдазар и Валдун. Конечно, не стоит забывать и о таком традиционном методе прокачки, как походы по инстанциям на 5 человек. Помимо получения опыта, вы сможете также полутать азеритовую броню, которая падает с ластов. О чем еще нужно знать при прокачке до 120 уровня? На 120 уровне открывается доступ к локальным заданиям, но только в том случае, если у вас прокачана репутация с фракциями до уровня дружелюбия. Поэтому не стоит сидеть в одной зоне, убивать там мобов и собирать траву. Вам все равно придется пройти квесты, связанные с фракциями, для получения уровня дружелюбия. Не стоит продавать зеленку и синьку, которые вы получаете в ходе квестов или лута, и эти с мобов вендором. В Battle for Azeroth ввели такое устройство, как скрепер, который позволит вам разбирать эту броню на запчасти, и по итогу, скорее всего, они будут дороже, чем просто броня. По этой же причине, скорее всего, с материалами для чантинга будет определенный дефицит, потому что все будут пытаться, ну или если не все, то многие разбирать эти предметы на запчасти. Соответственно, если вы собираетесь прокачивать чантинг, то имеет смысл стакать зеленку и синьку, потом ее пылить и уже делать свитки из этих материалов. Напоследок Баян, но так, чтобы вы не забыли. Если вы решили прокачиваться не за один день, то не забывайте парковать персонажа на нотшлег в какой-нибудь таверне. Вот и все, что я вам имею сказать по этому поводу. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И желаю вам быстрейшей прокачки до 120 уровня Battle for Azeroth.